Современные методы открытия экзопланет-кандидатов, метод радиальных скоростей и метод транзитов имеют свои ограничения. Дело в том, что для подтверждения кандидата в экзопланеты необходимо минимум три независимых наблюдения, каждое из которых должно минимум трижды указать на наличие возмущений в радиальной скорости звезды или падение яркости вследствие прохождения планеты по ее диску. Поскольку подобные наблюдения ведутся довольно недавно, вполне естественно ожидать, что в первую очередь будут обнаруживаться экзопланеты с короткими периодами, то есть близко к своим звездам. Конечно, это не помеха для исследования богатых планетных систем красных карликов, но вот в случае систем точных копий нашей Солнечной нужны наблюдения на протяжении десятков лет, если не больше. Астрономов сейчас крайне занимает вопрос, насколько распространены подобные аналоги нашей Солнечной системы в галактике. Тау-Кита как раз обычная звезда Солнечного типа, третьей величины класса Ж, Ж8,5. Недавно с удивлением обнаружил, что у Тау-Кита есть даже собственное название – Таолит Аль Наэмат – Третья Страусиха. Почему Третья? Почему Страусиха? Да потому что вместе со звездами Эта, Тетта, Дзетта и Ипсилон-Кита, Тау образует целое семейство Страусих. Возраст 5,8 миллиардов лет и близость к Земле 3,65 парсек десятилетиями настойчиво привлекали астрономов поизучать ее планетную систему именно здесь. Но для обычных телескопов разница яркости пылевого диска и его звезды была настолько велика, что задача вычленить этот тусклый свет из подавляющего света центрального светила была просто неосуществима. Но у нас ведь есть еще орбитальные инфракрасные телескопы, которым эта задача вполне по силам. С их помощью у Тау-Кита в 2004 году обнаружили аналог нашего пояса Купера, а в 2013 году – признаки богатой планетной системы. Телескоп Гершель наблюдал полевой диск Тау-Кита на длинах волн 70, 160 и 250 микрометров, установив его размеры довольно точно. Внутренняя граница диска проходит на расстоянии примерно 2-3 астрономические единицы от звезды, а внешняя – примерно 55 астрономических единиц. Диск наклонен к плоскости нашего зрения на угол 35 градусов. Динамическое моделирование распределения пыли и космического мусора в диске довольно прозрачно намекает на наличие в этом диске по крайней мере пяти планет. Предполагается, что все эти планеты – суперземли с твердой поверхностью, с массами от 4 до 13 земных, с почти круговыми орбитами, с большими полуосями в пределах от 0,05 до 1,35 астрономических единиц, довольно плотно, как по меркам планетной системы. Моделирование показывает также, что внутри 10 астрономических единиц не может быть планет массы с Юпитер, а само распределение пыли в диске довольно равномерно и устойчиво. Зона обитаемости у Тау-Кита находится в промежутке между 0,55 и 0,16 астрономических единиц, и туда попадают планеты И с массой примерно в 4 и Ф с массой в 6,6 земных. Прикинув количество энергии, попадающей в атмосферу, которую примем похожей на земную, получим, что на планете И средняя температура может составить 68 градусов Цельсия, но немного жарко, скажем так. Период обращения Тау-Кита и 168 дней на расстояние в 552 тысячных астрономических единицы. У планеты Ф довольно большая масса, что ведет к повышенной гравитации. Она обращается вокруг своей звезды на расстояние 1,52 астрономических единиц с периодом 642 дня. Планета Ф подпирает собой внешнюю границу зоны обитаемости, и, если вода тут есть, она находится на переходной грани между твердым и жидким состояниями. Наличие у Тау-Кита плотного пылевого диска, кометных тел, в котором на порядок больше, чем в Солнечной системе, естественно, приведет к наполненности внутренней системы большим количеством метеорных тел, что может быть не смертельно для наличия жизни на указанных планетах, но, тем не менее, определенно доставит неудобства. Хотя вот некоторые астребиологи говорят, что такие бомбардировки для развития видов вроде как даже и полезны. Тау-Кита – отличный пример того, что не все стареющие звезды сбрасывают свои пылевые диски. Некоторые остаются, если позволите, одетыми в них до самой смерти. Интересно, какие картины нарисуют свет, газ и пыль, когда Тау-Кита распухнет в красного гиганта и когда этот гигант сбросит свои оболочки в конце жизни? Многочисленные исследования указывают на то, что планетные орбиты систем вроде Тау-Кита находятся в плоскости экватора центральных звезд по всей галактике. Сами же звезды населения диска галактики в основном хорошо выровнены в ее собственной плоскости, предоставляя исследователям довольно стройную и устойчивую картину гравитации нашего большого звездного дома. Расстояние Тау-Кита от Земли всего лишь около 12 световых лет, а ее масса 78 сотых масс Солнца. Спектральный класс G, ее одиночность и спокойный нрав, ну во всяком случае так кажется с Земли, намекали на потенциальную обитаемость ее планет и всегда привлекали фантастов, писателей, режиссеров и художников во всем мире, среди которых были замечены и Роберт Хайнлайн, и Фрэнк Херберт, и Артур Кларк, и Урсула Легуин, и Дан Симмонс, и фильм Стартрек и многие-многие другие. В России Тау-Кита приобрела просто невероятную популярность в 60-х, когда появилась песня великого Владимира Семеновича Высоцкого на Тау-Ките. В то время в рамках проекта СЭТИ проводились интенсивные наблюдения нескольких близких к Солнцу звезд, и о Тау много писали в газетах, в журналах, они снимались в передаче, ну шума в общем было предостаточно. Считалось, что если там есть братья по разуму, они обязательно дадут о себе знать. Ну, годы прошли, привета от инопланетян с Тау-Кита мы так и не дождались, зато открыли у Тау целых пять кандидатов в экзопланеты. В далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там, а нас посылают обратно. На Тау-Ките живут в тесноте, живут, между прочим, по-разному. Тау-Ките живут в тесноте, живут, между прочим, по-разному. Тау-Ките живут в тесноте.